Они бросили вызов возрасту и решили заняться физкультурой. Два раза в неделю в школьном спортзале села Донское упражняются не дети, а пенсионеры. Здесь физкультура, здесь спорт, здесь занятия. Натурально то, что сейчас нам необходимо в этом возрасте. Нам очень весело, мы выходим бодрые, скрадывает наш образ жизни, который зимой мы насиделись дома. Перед каждым занятием медосмотр. Нужно, чтобы и давление было в норме, и сердце не шалило. Все хорошо. Все 30 на 90, все замечательно. Чувствуете себя хорошо? Все хорошо, замечательно. Занятие ведет опытный тренер, преподаватель спортивной школы. Нагрузку подопечным подбирает подходящую по возрасту и здоровью. Это комплекс упражнений для поддержания общего физического состояния. Направлено только для того, чтобы, как сказать, для здоровья. Меньше в больницу, больше двигаемся. Движение – это жизнь. Анна Крутина занятие записалась одной из первых. Теперь дважды в неделю ходит в спортзал, как на праздник. Живот спал, человек полегче стал. И самочувствие, хорошее самочувствие, самое главное – самочувствие. Сюда нас привозят, обратно тоже отвозят. Так что нормально, от души, спасибо. О таких занятиях просили сами жители. Директор школы пошла им навстречу. Теперь, после 16 часов, спортзал открыт для всех желающих. Причем физкультурой здесь занимаются люди разных возрастов. Работают два тренажерных класса. Работает новый спортзал, который в 2015 году у нас сделали капитальный ремонт. Открыли хореографический класс. Занимайтесь. И люди приходят с удовольствием. А еще пожилые люди в школе села Донское дают детям мастер-классы. Например, Екатерина Коростелева ведет кружок «Флорист». Под ее руководством из природных материалов дети создают букеты, необычные композиции, аппликации. Мне очень нравится флористика. Тут можно делать поделки. Очень интересно. Можно общаться с друзьями. Это интересно, потому что ты можешь нафантазировать любую картину. И это можно сделать из всяких материалов. Занятие Екатерина Коростелева ведет на добровольных началах из-за любви к прекрасному. Художник-оформитель и одновременно флорист по образованию за свои 70 лет освоила столько техник, что просто не могла не поделиться знаниями и опытом с детьми. Должна то, что я умею передать другим детям. Пусть помнят потом обо мне. В будущем Екатерина Коростелева планирует учить детей не только флористики. Ее подопечные освоят квилинг, научатся вязать крючком и спицами. И даже смогут рисовать при помощи утюга. Поэтому кружок планируют переименовать «золотые ручки», подчеркивая многогранность таланта педагога и его учеников. Ольга Бугакова, Роман Авраменко, Липецкое время, Задонский район.